Сезон в Красной Поляне открылся на всех горнолыжных курортах. Если вы до сих пор катаетесь в обычных очках, то это видео вам будет очень полезно. Шлем должен быть у каждого горнолыжника или сноубордиста, вне зависимости от уровня катания. Мне понравилась эта маска, и сейчас посмотрим, как она будет сидеть на моем шлеме. Ну, казалось бы, все хорошо, но есть один маленький существенный недостаток. Над шлемом есть большая щель. Попробуем выбрать маску побольше. Вот такая замечательная, крутая модель от фирмы Локли, дорогая, красивая, но что-то я чувствую не так. Маска, из-за того, что она достаточно внушительных размеров, давит мне на щеки и на нос. Через некоторое время я уже буду гундосить, воздух через нос проходить нормально не сможет. Очевидно, что под этот шлем эта маска не подходит. Так как шлем Юликс, то я решил попробовать и маску этой же фирмы. Приятно и хорошо. При выборе масок следует учитывать их затемненность. К сожалению, в горах погода имеет свойство очень часто меняться, поэтому некоторые производители делают фотохромные линзы, которые в зависимости от интенсивности солнечного света изменяют свою затемненность. Такая версия маски подойдет для тех, кто желает совместить два в одном. Есть еще такой вариант со сменной линзой. Очень классно меняется линза на магнитиках. В одно движение открываем, закрываем, меняем линзу. Единственное, надо ее не потерять и не поцарапать в рюкзаке. Еще есть маски с поляризацией. Они раньше были очень популярны, любила это делать фирма Окли. Но я не рекомендую маски с поляризацией, потому что поляризация может просто ввести вас в заблуждение и вы можете неправильно оценить расстояние. Посмотрев в лужу, вы увидите не глубину лужи, вы увидите глубину неба. Для меня, как для пользователя, нет существенной разницы маска с рамкой или без рамки. Изнутри все выглядит примерно одинаково, но, естественно, такая маска выглядит намного круче. Стоит ли за это переплачивать, решать вам. Какая бы маска у вас ни была, следует с особой тщательностью относиться к внешней и особенно внутренней поверхности маски. Если маска запотеет и в этом случае человек пытается чем-то протереть, не всегда он находит мягкую специальную тряпочку. Обычно это происходит с перчаткой горнолыжной, то поверхность и весь тот антифок, который нанес производитель, он может просто улететь. Если маска запотела, постарайтесь ее снять и проветрить естественным путем. Особенно часто риск запотевания возникает тогда, когда люди используют балаклавы. Она все равно не прилегает плотно, как бы вы ни хотели, и сквозь эти щели теплый воздух поднимается как раз в вентиляционное отверстие маски. На носу Новый год, если кто-то не написал письмо Деду Морозу, заказывайте хорошие полезные подарки или приходите в магазин «Спортмастер» в торгово-развлекательный центр «Горки Моу». Какая странная и интересная маска. Очень плотно облегает.